Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос, который вы задаете. Поругались с мужчиной, пишите вы, но не раскрываете причину, из чего поругались. Ага, то есть, кто, как это воспринимать, зависит от того, из-за чего вы поссорились. Вот, а вам, например, Кудрячев Игорь Леонидович сказал, что мы можем на основе анализа указать вам на ваши ошибки и помочь выстроить гармоничные отношения. Вот. И это действительно так. Мы действительно можем это сделать. Но не зная сути ссор, да, не зная сути ссор, из-за чего вы позорились, не зная вашу позицию, позицию мужчины, вот, нельзя сказать точно, как вам воспринимать его поведение. Нельзя, это было бы, ну, неправильно, неправильно. Дальше. Значит, он в конце сказал, удачи тебе, и после этого не пишет, не звонит, ничего. Как это воспринимать? А, ну, воспринимать это, в первую очередь, нужно так, что мужчина очень сильно задел предмет ссоры, так или иначе, вот. То есть, ему, так или иначе, очень неприятен, ему очень неприятен, элемент ссоры, то есть, ну, предмет ссоры и так далее, его очень сильно это задело. По сути дела, по факту, вот, понимаете, какая ссора, вот, и поэтому он ничего не пишет, поэтому он не звонит. То есть, это необычная ссора, в которой он мог бы просто забыть. Видимо, это действительно для него очень важный срыв. И вот, если вам этот мужчина дорог, рассмотрите вариант извиниться перед ним, вот. Хотя бы не за то, что вы сказали, например, да, вот, потому что, ну, за то, что вы сказали, может быть, не надо извиняться, соответственно, за смысл, за смысл, вот, далеко не всегда нужно извиняться именно за смысл, вот. Но не извиниться за форму, но не извиниться за какие-то отдельные аспекты, аспекты, ну, там, разного, может быть. Но если вам мужчина дорог, если, если вы не готовы, если вы не готовы идти навстречу ему, так он лучше, вам лучше не ждать того, что он выйдет на связь. Ну, опять же, для себя можете просто, вот, определить, там, сколько дней вы готовы подождать, да, вот. А после уже можете действовать так, как будто вы одна. Ну, и всё, в принципе. Вот. Тут только так, так можно вам порекомендовать. Ну, возможно, есть, конечно, ещё какие-то нюансы, они безусловно есть, эти нюансы. Вот. Вот. Но пока что, на данный момент, говорить о них, мне кажется, вообще нельзя, потому что вы не высказали основную идею, из-за чего была ссора. Вот. Там и сейчас. Было ли это, например, первая ссора? Или это, а, далеко не первая ссора ваша уже? Понимаете? Вот, если это не первая ссора, то и проблема, соответственно, несколько, ну, глубже, скажем, скажем так, несколько глубже проблема. Вот. Поэтому, вот, так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, важно не только, как это воспринимать. Вот, мне кажется, это, наверное, по-разному зависит от психологического портрета мужчины, да. То есть, это человек, который никогда не обижался, да, и который всегда, как бы, шёл вам навстречу, например, и который вообще, там, грубо говоря, мухи не обидит. Вот. И вдруг этот человек вот так вот себя повёл, то, скорее всего, вот, наверное, воспринимать это стоит очень серьёзно. Вот. Если же для человека это нормально, да, он ссорится, уходить, не писать, вот. Ну, это ещё одна вспышка, которая сама по себе пойдёт. Ну, вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим шить? Знаете? Вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим рис? Готовы ли вы это принимать? Вот. Ну, в любом случае, ссора – это показатель проблем. Потому что, как бы, вот здесь вот вы пишите, да, что поругались с мужчиной. Нет. Это не совсем так. Вы не поругались с мужчиной. Правильно было написать «Я поругалась с мужчиной» или «Меня задело то, что мужчина там, ну, вот, говорил, там, делал и так далее». Вот это правильно. Знаете? Когда вы говорите «поругались», вы просто снимаете в себя ответственность. А это не та позиция, которая принесёт вам позитив в отношениях. Вот. То есть нужно лично ответственность брать на себя. На себя. Я поругалась. Ну, что-то не нравится, что-то не понравилось. А как я высказывал ему, что-то мне не понравилось, да. Высказывали ли я вообще ему об этом. То есть говорил ли я вообще. Вот. О том, что мне что-то не нравится. Вот. Почему всё дошло именно до, вот, ссоры? У этого ведь тоже есть причины. Понятно? Вот. Знаете? Вот так, вот так. Вот так вот. Вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Вот. А я надеюсь, что это было для вас полезно. Вот. Я надеюсь, что это было для вас как минимум. Как минимум. Как минимум. Это было для вас интересно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете определённые выводы для себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку выбора помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!